Народ, который не помнит своего прошлого, не достоин будущего. Эта фраза, как никакая другая, подходит, чтобы разобраться в происхождении народа. Мы поговорим о становлении казахского народа. Расскажем, кто такие казахи и откуда они появились, кем были предки людей Великой Степи, а также о происхождении термина казах. Смотрите далее, будет интересно. Итак, мы начинаем. Образование народности или этногенез – это длительный и чрезвычайно сложный процесс. Необходимо, чтобы сформировался общий язык, внешние, духовные и культурные черты. Кроме того, нужна собственная территория. Термин «казах» происходит от тюркского слова «казак», что означает «свободный», «вольный», «независимый» или «скиталец». По мнению историков, главное событие формирования казахского народа произошло в середине 15 века. Тогда первые казахские хана Женебек и Керри увели в Семеречи около 100 тысяч человек. Это произошло во время восстания против узбекского хана Абулхаира. Поиск лучшей жизни прикрепил к людям термин «узбек-казак», что в переводе «вольный узбек» или «узбек», «ушедший скитаться». Через сто лет термин «узбек» стали применять к населению Средней Азии, а люди, оставшиеся на территории западного Семеречия, стали зваться казахами. В начале 16-го столетия к казахам присоединились несколько тюркских племен и кочевников, которые окончательно сформировали этническую группу. Это был завершающий этап этногенеза казахского народа. Откуда произошли казахи? Этот вопрос охватывает почти тысячу лет истории. Условно процесс этногенеза можно разделить на три этапа. Этап номер один берет начало в бронзовом веке. В это время по территории Центральной Азии расселяются различные племена. Их основу составляли европеоидные народности и внешний вид их был соответствующим. По мнению ученых, именно здесь зародилось скотоводческое кочевничество. Тут же приручили и объездили первого коня. Заметный след в зарождении культуры казахов в то время сыграли андроновские племена. На территории Казахстана сохранилось немало их построек и захоронений. А на найденных горшках и кувшинах проглядываются узоры, которые можно встретить на казахских коврах. На начало Железного века Казахстан населяли саки, сарматы, усуни и кангюи. Согласно записям Геродота, саки отчаянно боролись с персами, отстаивая границы своих земель. Известно, что велась война с царями Дарием Первым и Киром Вторым. Сильное влияние на образование казахского народа оказали тюркские племена. Союз усуний и кангюев привел к возникновению государства кангюй и заселению восточного Туркестана. В старшем жузе до сих пор сохранились роды канлы и сары Уйсын. К концу Железного века внешний облик предков казахов оставался европейским. Однако переселение гунов внесло монголоидный элемент в облик представителей древних племен Казахстана. Этап номер два начался в VI веке нашей эры с массового расселения тюркских племен. Они смешивались с потомками скифских племен усуний и кангюев. Изменился язык и культура древнего народа. С приходом арабов среди оседлых племен распространился ислам, а также исламский календарь. С VI по XIII век на территории современного Казахстана возникают крупные тюркские государства. Тюргешский каганат был мощной державой, однако со временем он распался на Карлукские и Кимакские каганаты, а также Агузскую державу. После них образовалось Караханитское государство, впервые среди тюркских стран, принявшие исламскую религию. В XI веке объединение тюркских племен привело к появлению исторического региона Евразии Дешты-Кипчак, Степь Кипчаков. В российской истории его называют Половецкой степью. Развитие и взаимосвязь скотоводческого кочевничества, земледелия и городского уклада в то время серьезно повлияли на становление казахской этнической группы. Значительный вклад в облик современных казахов внесли завоевание Чингисхана и возникновение Золотой Орды. Монголоидные черты обусловлены ассимиляцией тюрками, разрозненных монгольских племен. Этап номер три. Завершающий этап формирования казахского народа связывают с объединением всех родов и племен тюрков, которые уже обрели единый облик. Это произошло в период с XIV по XV век, после распада Золотой Орды. После нее возникли отдельные государства, Ак-Орда, Белая Орда, Ногайская Орда и Узбекское ханство. В 1458 году Женебек и Керий, недовольные правлением узбекского хана, увели людей из Сырдарии в Восточное Семеречье, где основали казахское ханство. На тот момент уже сформировался единый язык, названный впоследствии казахским. Под предводительством хана Касыма казахи отбили у нагайцев сарайчик столицу Ногайской Орды и расширили территорию государства от Артыша до Урала. К 1521 году численность казахов достигла миллиона человек. Казахи – это народ с самобытным языком и культурой, который формировался почти тысячу лет. Многие народности сгинули с течением времени, но казахи выжили и основали страну с огромным потенциалом. Сейчас в республике Казахстан живет более 18 миллионов человек и каждый год эта цифра растет. Казахстанцы воспевают великую степь в память о державе Дешты Кипчак.